Сына и Святого Духа, сегодня воскресенье, день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и мы слышали два чтения, два евангельского отрывка, которые, в принципе, совершенно не обязательно должны совпадать в этот день. Просто так пришлось, что воскресное чтение посвящено, так скажем, начал апостольского пути апостола и евангелиста Иоанна Богослова, того сарого брата Заведиева, который вместе с Иаковом был призван вместе с другими рыбаками Андреем и Петром. И второе чтение, которое уже посвящено самому апостолу, говорит, вот так скажем, о кульминации его апостольского служения, когда самый страшный, самый пугающий эпизод евангельской истории, этот ученик оказывается при кресте вместе с матерью Иисуса. И там Господь Иисус Христос вручает ему по печению свою мать, а это самого этого апостола усыновляет при Святой Богородице. И этот эпизод заканчивается, завершается вот этими последними словами, которыми заканчивается Евангелие апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Это во многом автобиографическое произведение. И этот ученик свидетельствует о всем и написал это. И мы знаем, что истина есть свидетельство его. Мы помним, что перед этим Господь очередной раз является своим учеником на том же самом озере Тевериярском, на озере Ненесарецком, на которых произошла и вот эта вот первая описанная встреча, после которого они оставили свой рыбный промысел, бросили все и пошли за ним. И история как бы евангельская замыкается от этого решительного начала, когда ученики откликаются на зов Господа и идут за ним, до другого события, которое происходит спустя несколько лет, но на том же самом месте, когда Господь говорит апостолу Петру, спрашивает его трижды, любишь ли меня? Трижды получает ответ. Да, Господи, Ты же знаешь, я люблю Тебя. И в последний раз, когда Господь спрашивает Петру, уже чувствует, что какое-то напряжение, он уже с такой скорбью, с такими эмоциями говорит, Господи, ну Ты же все знаешь, Ты же знаешь, что я тебя люблю. Потом он оборачивается назад и видит как раз вот этого ученика, про которого сам автор Евангелия пишет, что Господь его как-то особо любит, особо выделяет, того самого Иоанна, богослова будущего Иоанна, сына Завидеева. И так, может быть, немножко ревниво спрашивает, а как же это? Да. Господь ему говорит удивительные слова. Если я хочу, чтобы этот человек прибыл до того времени, пока я не приду, тебе-то что? Ты за мной иди. Вот эти вот слова, которые будут прозвучать для Симона Петра, для Иоанна Богослова, оставьте все и идите за мной. Но они повторяются и здесь, и повторяются с таким нажимом. Какая разница? Какая, что тебе за беда? Вот какие могут быть у тебя мысли, волнения, тревоги, если я зову тебя за собой, если тебя должна со мною вести эта любовь. И когда мы вспоминаем путь этих двух апостолов и сравниваем их между собою, то с одной стороны мы видим, что и тот, и другой имели решимость последовать за Иисусом Христом. Но у них очень-очень разные пути. Вот этот вот эпизод из Евангелия Теана, где евангелист сам вспоминает, хотя и пишет о себе в третьем лице, как он стоит при кресте, свидетельствует о огромной бедности и любви этого ученика и апостола. Да, я думаю, что апостол Петр любил Иисуса Христа не меньше, но мы помним, что за несколько часов до этого апостол Петр, когда ему спрашивают, когда ему говорят, что мы знаем, что ты тоже был с Иисусом, он отрекается Христа, а апостол и Евангелист Иоанн Богословен оказывается ему верным до последнего, оказывается при крестении, боясь, не страшась, ничего. Господь, когда говорит следовать за Собою, Он о следовании за Собою, Евангелие говорит очень многое. И помните, нам в прошлой неделе мы об этом же читали, говорили о том, что следование за Христом связано с Христом, с несением Христа. Тот, кто хочет быть совершенным, отвергни себя, возьми крест мой и иди за мной. В центре евангельского повествования это повеление Иисуса Христа помещено. И зная из предания судьбу апостолов, вот интересно сравнение. Да, путь апостола Петра, он очень непростой. Апостол Петр и очень горячий. И когда он говорит, апостол говорит Иисусу Христу трижды, что да, Господи, Ты же знаешь, как я Тебя люблю, он абсолютно искренне. Но, наверное, для того, чтобы его любовь действительно принесла свой плод, чтобы вот, так скажем, кульминация его любви, самая яркая его точка любви ко Христу проявляется в его смерти, в его готовности умереть за Христа, и он своей смертью разделяет страдания Христовы. Из предания мы знаем, что апостол Петр был также распят. Далеко от того места, где был распят Иисус Христос, на арене римского церкви, когда император нерон, устроил кровавые гонения на христиан, но в этих гонениях отдал свою жизнь за Христа, проявив свою любовь, проявив свою верность, свою решимость. Отдал и апостол Петр. Апостолы ему делись, да, богослов человек, совершенно иной судьбы. Да, в его жизни тоже были и гонения, и ссылки, и тюремные заключения, но он пережил всех своих учеников, всех-всех-всех-всех-всех-всех-своих собратьев-апостолов. Он пережил эти страшные нероновые гонения, был в ссылке во время гонений Домициана. И отошел к Господу, умер уже пожилым-пожилым человеком. Он жил так долго, что, да, про него, как мы видим из Евангелия, уже начали ходить слухи, что он доживет до второго пришествия сам. Хотя сам он, как мы видим, решительно эти слухи, обрывает и говорит, что такого Господь не говорит. Он просто сказал Петру, что не об этом нужно думать, ты за мной идешь. И вот два пути, двух таких вот, очень схожих и во многом разных учеников и апостолов. Но самое главное, через эти непростые, тяжелые обстоятельства, через которые они прошли, через тот настоящий крест, а через крест прошел и тот, и другой, тот стоит у креста своего Спасителя и вместе с Пресвятой Богородицей разрывается сердцем, разделяя страдания своего Учителя. Второй Петр принимает крест буквально, будучи распят на этом кресте вниз головой. Но и того, и другого движет любовь. А о любви лучше всего написал апостол и евангелист Иоанн Богослов. Вот эти слова, которые мы только что слышали в апостольском чтении, я хотел бы прочитать. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Боги, и Бог у него. Помните, иди за мной. Господь не просто призывает следовать за ним, он пребывает следовать в нем, в этой любви. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем терзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. Да, вот возможность уподобиться Христу поступать в этой мере, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершения любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Как апостолы откликнулись на любовь Христа, и вот эту любовь при очень непростых обстоятельствах, при каких-то душевных терзаниях, при каких-то, по сути дела, падениях, все равно их не оставлял, все равно побуждало в них следоваться своим учителям и гнать от себя страх. Совершенная любовь прочь прогоняет страх. Я думаю, что эти слова должны служить каждому из нас утешением и ориентиром Царства Небесное и вечную жизнь. Аминь.